Дорожала и продолжит дорожать. Это о коммуналке. В 2018-м украинцев ждут сразу несколько этапов роста тарифов. Натскомуслуг накануне разрешила повысить цены на холодную воду для населения, а также подняла тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Но подорожание для предприятий коснется и граждан. Как выясняли наши корреспонденты? Получать платежки за коммунальные услуги просто страшно, рассказывает Галина. На пенсию у женщины 2000 гривен, полторы тратят на тепло, квартиру, газ, свет и воду. На праздники осталось всего 500 гривен. Мария студентка. Живет в частном секторе. Пока получает субсидию, хоть как-то выкручивается. В следующем году девушка заканчивает вуз и помощи от государства уже не будет. Боится даже представить, сколько придется отдавать за коммуналку. И это при том, что вода настолько грязная, что ее даже животным страшно давать. Это видно по фильтру. В первой степени идет песок, ржавчина, все остальное. Учитывая, что там еще перед счетчиком на низу еще оно очищается. То есть на полгода не хватает. То есть там черный фильтр получается, ржавый. Тарифы на воду устанавливает городской водоканал и передает их на согласование в Нацкомиссию по регулированию цен в энергетике и коммунальной сфере. Сейчас за один кубометр холодной воды люди в Днепре платят 8 гривен. Почему эти расценки должны вырасти? С этим вопросом мы обратились в водоканал. Но руководство уже на каникулах. И дальше проходной нас не пропустили. Охранник сказал, что ответ мы получим позже. Платить больше придется и жителям Львова вместо 13-14 гривен за куп. Львов водоканал обещает повысить тарифы с февраля. Жду только официального подтверждения из НКР. Уверяю, цена абсолютно оправдана. Зазвичай мешканцы оплачуют за литр питной воды в супермаркете приблизно також ціну. А це є в тисячу разів больше. Тисячу литрів питной воды вы получаете за 14 гривен. Насправді це є витрата на электроэнергію, на водичку, яку ми дістаємо з підземних глибин і повинні за 100 км подати до міста. Нараховано заплатити 138,66. Софія Шершун, як і більшість пенсіонерів, половину пенсії віддається за коммуналку, а на всім остальному жорстко економить. Не будемо платити і все, тому що не вистачено життя. Ну так помитися, горячу не пускай, холодну не пускай, ну а зварити. Треба щось набрати. Ну то неможливо, щоб менше цього. Значи не треба варити, не треба митися, не треба нічого. Тільки так дивитися. По дорожанням електроенергії, объясняють рост цен і експерты, ведь 40% в тарифах – це стоимості именно електроенергії. Растет електроенергія, вот ми вже говорили, то есть піднімається цена для промышленності, водоканалу покупає її по той же цені, соответственно повышаються тарифи, регулятор вынужден повышати тарифи на воду. В следующем году предприятиям за свет придется платить на 16,2% больше. По решению НКРЭ повышення пройдет в два етапа. С 1 января електроенергія подорожает на 9,5%, а с 1 апреля еще на 6,1%. Галина Якушко, Елена Миндалюк, Юрий Голубенко, Евгений Каденцов. Подробности телеканал «Интер».